Друзья, сегодня несколько слов про нестандартную защиту. Хочу привести вам такой пример, когда вы научились немножечко боксировать и начинаете работать с соперником, который только пришел в зал с новичком, вам безумно сложно защищаться от него, носить какие-то удары. То есть, научившись каким-то классическим формам работы, ударам, защитам, вам очень сложно работать с тем соперником, который работает нестандартно. Поэтому сегодняшний урок по поводу нестандартной защиты я как раз хотел бы анонсировать вот именно этим примером. Представьте, что вы работаете с новичком, который отходит от стандарта бокса. С ним очень сложно, с ним очень неудобно. Соответственно, сложнее боксировать и выстраивать свою работу. Вот таким образом такая филадельфийская защита, о которой я сегодня расскажу, она дезориентируется, обьется соперниками. В каких-то моментах, может быть, целиком ее нельзя будет использовать во время всего года. Какие-то отдельные фрагменты будут для вас весьма полезны. Друзья, сегодня несколько слов по поводу нестандартной защиты. Есть такой называемый, так называемый вариант защиты филадельфийская защита. Ее еще называют мичиганская защита, филадельфийская раковина. Вот два боксера в истории, которых я могу вспомнить, Джеймс Тони и Флэк Муэзер-младший, очень активно использовали этот вариант защиты. В чем он заключается? Если мы просто стоим в стойке, и у нас прикрывает переднее плечо голову, и левая рука приподнята, то в этом положении мы довольно-таки закрыты, но плечо напряженное, не дает возможность легко, быстро, незаметно, и на соперника неожиданно ударить передней рукой. То есть я в его суд, соответственно, соперник ударит и видит. Удар не неожиданно. Когда мы находимся вот в этой филадельфийской защите, у меня переднее плечо приподнято, и я, соответственно, могу появиться удар. Сейчас чуть быстрее покажем. Прямо, да? Вот таким образом. Да, стараюсь, не могу попасть. Вот таким образом у меня удары слетают, просто приподнялись к плечу. Соответственно, смотрите, левая рука передней расслаблена. Я в любой момент могу незаметно в любую часть тела соперника какого-то атаковать либо передней рукой, либо сзади рукой. Это первый момент. Второй момент. Я нахожу ту дистанцию, с которой для соперника мои контрудары будут наиболее незаметны. То есть я оставляю голову, я просто поблоксировал, и на какой-то момент я голову оставляю как бы открыт. Соответственно, соперник старается попасть. Попадает в голову, да, прям в голову старается, да? Старается попасть в плечо. Раз, два. Вот мы базару, вы видите, часто используют. То есть несколько моментов мы решаем. Нерзаем на контратакон, и расслабляем плечи. Следующий момент. Я могу передней рукой, соответственно, соперника немножечко оттолкнуть. То есть, если мы где-то находимся в ближней дистанции, я передним плечом защищаюсь, да, прям вот, продолжаем. И тем самым я просто соперника могу вывести на свой удар в дистанцию, проведет того. Поэтому вот такой вариант защиты я советую вам пробовать. Супер, да? Прям лопал, лопал. Прям лопал. Все. Спасибо. Спасибо. Вот такой вариант защиты. Друзья, если вам нравится наше видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и нам очень важна ваша ответная реакция. Обязательно пишите в комментариях, что понравилось, что нет, и какие видео, какие элементы вы бы хотели рассмотреть в следующих уроках. Мы будем стараться учесть все ваши пожелания и снять все элементы, тактические, стратегические, технические, какие вам будут интересны. Спасибо.